Это видео решил записать на русском языке в кои-то веки, потому что в целом довольно-таки много видео на англоязычных, про иностранцев, которые жили в фавелах, но на русском языке прямо о жизни я видел только или слышал от туристических гидах, и в целом к этому у меня отношение немножко негативное, но об этом чуть позже. Начнем с самого начала. Как так получилось, что я оказался в Рио-де-Жанейро и вообще в первую очередь в Бразилии? Жил я, добыл в Беларуси какое-то время, год, ковид затянулся, все остальные страны были закрыты, в Африке я уже бывал, в Танзании, например, которая оставалась открытой, ну и мне просто все надоело, и как-то решил я полететь куда открыто было. Ну и почему бы нет, в Южной Америке я не был никогда, тем более Бразилия страна довольно интересная в плане музыки, это было бы познавательно, и я решил полететь все-таки туда. Летел в Сао-Пауло, для начала решил покататься по стране, из Сао-Пауло переехал в Рио-де-Жанейро, и в первый раз надо отметить, что когда я оказался в Рио-де-Жанейро, мне там не очень-то понравилось. Во-первых, тогда был локдаун, такой, скажем, лайтовый локдаун, и на пляже было народу очень мало, и гоняла полиция, в принципе, все было закрыто, все заведения, почти все работало на вынос. Ну, стоит отметить, конечно, по сравнению с Сао-Пауло, все-таки открытых заведений было гораздо больше, которые, если вот полы как-то торговали. Тем не менее, мне не очень-то понравилось, то есть я какого-то восторга не испытал от Рио-де-Жанейро. Ну, море, горы, ну, какой-то там старый разбитый центр с наркоманами, как бы ничего такого. И в свой первый заезд получилось так, что я зашел на каучсерфинг и сконнектировался с челом, который сказал, о, я тут живу на Копа-Кобане. А я тогда был на сахарной голове, решил, типа, пройтись, но тогда начался дождь, и я никуда сильно не прошелся там, как бы. Да и в целом, как оказалось, я погурил хайкинг туда, на самую гору, довольно-таки хлопотное занятие. Ну, я зашел к нему в гости на Копа-Кобану, он сказал, что живет в квартире на последнем этаже с балконом, с видом на гору. Я подумал, чем бы не было, зашел к нему в гости, как-то мы познакомились, поболтали, сидели на балконе. Ну, а дальше мне нужно было ехать на север, я поехал обратно в хостел, забрал вещи, поехал на станцию и продолжил путешествия по Вразилии. Потом, когда я сделал круг, доехал я до Санта-Рема в Амазоне, на лодке плыл три дня из Белема. Да, вернулся обратно в Сау-Паулу и как-то тогда это было начало, конец апреля это было. Ну, я подумал, что возвращаться, в принципе, страной я не был очень-то впечатлен в Бразилию. То есть, как бы, ну, покатался, да, довольно-таки интересно было, но прям там оставаться жить или эмигрировать или еще что-то, таких мыслей даже не возникало. Тем не менее, возвращаться в Беларусь тоже, весна, вылезают лукаши под окнами, как бы, и всех этих вещей мне хватило, как бы, и я не жаждал возвращения к ним опять. Поэтому я подумал, почему бы не остаться здесь, может быть, найти какую-нибудь онлайн-работу, снова устроиться. И поначалу я даже вообще рассматривал Сау-Паулу. Но потом появился опять Светкал-Чернг его знакомый, он сказал, блин, да заезжай в Рио-Джанейро, что там Сау-Паулу, эти каменные джунгли, как бы, что там делать. Но я подумал, почему бы нет. Он сказал, что можно, в принципе, жить в этой квартире с прекрасным видом, она двухэтажная была, там интернет нормальный, можешь работать, найти себе работу, учеников частных. Он тоже, типа, работал преподавателем биологии онлайн с частными учениками. Сказал, вот, тут же море, там все дела, гораздо круче. Я говорю, ну, окей, если ты так говоришь, еще не надо платить за квартиру, почему бы нет. Но в итоге я приехал в Рио-Джанейро, как бы, сожительство наше не заладилось как-то, потому что эта квартира оказалась не его, а его подруге, в которой он сам был на птичьих правах. То есть, когда она приезжала, мне нужно было куда-то эвакуироваться в хостел со всеми вещами, с пожитками, потому что бразильцы оказались довольно-таки мнительными. И подружиться с ними как-то прям душа на распашку, это довольно-таки длительное время занимает процесс. В общем, как-то все это не заладилось, и подумал я, что лучше мне съезжать на какие-то свои, на свою территорию. Я вспомнил про хостел, в котором я останавливался в самый первый раз, который был довольно-таки далеко от всего, от моря. Даже от центра, находился в районе Тижука. Ну, тем не менее, поселился я там. Хостел был довольно-таки дешевый, пустой, из-за ковида никто там не жил. Интернет там был более-менее. И стал искать работу. Три недели я так провел, искал работу. Выезжал куда-то в какие-то места, например, в Нитерой, на Гаваю. Куда еще? Ну, естественно, и по Нему, Копа Кабану, на пляж периодически приезжал. Но это занимало довольно-таки долгое время, то есть час-полтора. Да, и как-то получилось, что я сконнектился с еще одним каучсерфером. Мы пошли с ним играть в баскетбол. И он сказал, знаешь, я живу в фавеле Виджигал, которая, в принципе, на склоне горы, прямо с видом на океан. Такая довольно-таки туристическая фавела. И она рядом с Эпанемой, он говорит. Ну, неплохое такое место, типа удобное. Он сам был в Нитерое, приезжий. Ну, в принципе, тоже Кореока, то есть из того же региона. И сказал, что мне нравится это место, я плачу всего лишь тысячу реалов за квартиру и живу здесь все рядом. Типа можно пешком дойти куда угодно, если хочешь подусоваться. Я говорю, ну, интересно. И как-то так, как оказалось, что было довольно-таки поздно вечером, и возвращаться было уже поздно. То есть метро вроде бы не работало. И я как-то сказал, слушай, а можно я у тебя впишусь? Потому что как бы за Дакси, на Дакси мне денег не было. Я такой бичовый путешественник. Вот он говорит, да, без проблем. Типа, как в серфинге дела, там впишешься на диване в комнате. Ну, и в первый раз в своей жизни я так и очутился в фавеле. То есть когда мы прибыли на самое дно, на подножие горы, скажем так, откуда начинается вся эта движуха. Там стоит очень много мотоциклов. В принципе, вы все это наверняка видели. Стоят мотоциклы и минивены, которые едут в гору Кряхтя. Да. Мы взяли мотоцикл и понеслись. Первый раз, когда я ехал на мототакси, это было что-то похожее на какие-то горки. Просто на дикой скорости он едет, поворачивает, там оборачивается, проезжает в миллиметрах от людей и машин. Это было, конечно, довольно страшно. Плюс еще все это происходило ночью, где-то в 10 вечера по темноте, и какие-то там машины вверх поднимаются. Какие-то чуваки там на кокаине вылезают из окна и орут что-то там дико агрессивно. Я подумал, куда я приехал. Мы приехали на самый верх, и нужно было с этого верха фавелы спуститься чуть-чуть вниз до, скажем так, его апартаментов, апартаментов моего друга. Наверху нас встретили ребята с автоматами, просто стоящие, которые, в принципе, ничего не сказали нам, но для меня это было довольно-таки дико видеть. Просто подростков, которые там 15 лет, некоторые из них выглядели просто как типичные тиктокеры в таких больших очках. И они вот сидят там и держат узи, и на столе там лежит стол, похожий на какие-то вот, как у нас в деревнях, такие там какие-то ржа, гнилые деревянные заборы, столы. На столах лежит товар. Правда, этого я сначала не увидел в первый раз, но когда мы уже прошли, мне друг сказал, приятель этот, он говорит, ну, ты видел, что там происходило? Я говорю, да нет, даже как-то не обратил внимания. И в первый раз, что меня поразило, это то, что вот это нагромождение хаотичное зданий, и оно как-то так гармонично прижимается прям к склонам, к рельефу. То есть мы проходим, есть какая-то лестница, сделанная из бетона, залитого бетона ступеньки, и она прям проходит в притирку со скалой, на которой ничего невозможно построить. И, соответственно, она осталась в таком первозданном состоянии, в каком она и была до пришествия людей туда. Все это так переплетено гармонично, то есть это напоминает какой-то лес, бетонный лес. И да, в первую ночь я оказался так в фавеле, в принципе, все оказалось не так уже страшно, на утро все выглядело гораздо более приятнее. Просто какие-то хаотичные переходы, коридоры, маленькие закоулки, основная улица крикливая, шумная, где просто ездят на дикой скорости мотоциклы. И после этого я вернулся как-то в хостел, в хостеле было, конечно, поспокойнее, в плане того, что как-то разряжение атмосферы. Там в фавеле все довольно-таки накалено из-за того, что все живут друг на друге, да и в целом народ грубее, беднее. Это совершенно другой социальный класс между ними и людьми, которые живут где-нибудь в районах таких, как Фламенго или Купа-Кабана, а уж тем более, между ними просто пропасть. Она довольно-таки незаметная для иностранца, для человека, который впервые оказался в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. В принципе, она даже незначительна, но дьявол кроется в деталях. Тем не менее, я стал искать работу, и спустя три недели я ее с грехом пополам нашел. Тогда был конец мая, а работа моя заключалась в преподавании английского языка, и, соответственно, более-менее какую-то нагрузку, какая-то нагрузка перепала мне на первый месяц, первые полтора месяца. А уже со второй половины июля и с августа уроков практически не было, потому что у детей были каникулы, соответственно. А еще и у их родителей в августе к этому прибавилось, потому что они уезжали на 10 дней, на 2 недели они просто исчезали вообще. То небольшое количество учеников, которое еще могло заниматься даже летом. Вот такие дела. Так что я жил, получается, от перевода до перевода. Родители мне присылали из моих накоплений 100 долларов, их хватало ровно на неделю. И потом я жил просто уже в ожидании. То есть у меня оставалось там 5 риалов, и я ждал, когда перевод все-таки зачислится на карту по несколько часов. То есть все было денег впритык. И именно исходя из этого, поэтому, может быть, я стал рассматривать проживание в Фавеле, в Виджигале, потому что это оказалось довольно-таки дешево, включая продукты. Довольно-таки они дешевые были. И в магазинах был интересный ассортимент по сравнению с тем же самым зоносул, да, такого люксового класса магазин. В Фавеле продавались продукты совершенно какие-то фермерские, там, завернутые, вот, похоже, как во Вьетнаме делают сладости, в такую обертку старую, старого типа, да, полиэтиленового. Прямо как будто бы вручную их там заворачивали. Вот такого типа продукты продавались даже. Их вообще было не сыскать в каких-нибудь таких магазинах, цивильных магазинах нефавельного мира. Вот, и много раз довольно-таки я заходил в гости к своему приятелю, я понял, что не так страшен черт, как его молюют. Никто не пытался меня там грабить и убить. В целом, это просто было место, где проживали бедные люди, которые зарабатывали не так много денег. И вот как-то я тусовался с этим каучсорфером, заходил к нему в гости в разное время суток. И потом, когда уже нашлась работа, интернет в хостеле оказался не ахти, он иногда обрывался. И встал вопрос искать место какое-то проживание более стабильное, может быть, снимать на месяц. Потому что уже тогда у меня накопился капитал, так называемый 200 долларов, который я мог вложить в съем жилья. И я решил рассмотреть Вичигал. И нашел в Вичигале такой хостел, называть его не буду, рекламировать, потому что я крайне не хочу этого делать. Хостел такой довольно-таки был тусовочный. То есть сюда приезжали всякие парочки отвисать. И в целом Вичигал это такое тусовочное место. То есть я бы даже не стал относить это место к фавелам. От фавелы только одно название и сама социальная структура, ну и финансовое положение жителей этого места, скажем так. Ну и по старой схеме, во-первых, я зашел на гугл-карты, так же, как я делал в Китае. В принципе, когда я искал работу, я зашел на гугл-карты. Ты находишь какое-нибудь место, да, без определенной категории, например, отели или школы, да. И там пишется контактный номер телефона. Этот контактный номер телефона отеля я вбил в WhatsApp, и он оказался контактом в WhatsApp. И уже в WhatsApp я со своим на тот момент нулевым знанием португальского языка накатал какое-то сообщение. Написал, сдаете ли вы комнаты на месяц, и есть ли какая-то скидка, какой-то дискаунт за месячное проживание. Со мной, в принципе, стали говорить, потому что они были крайне заинтересованы в этом, потому что это был низкий сезон. Зима в Рио-де-Жанейро, ну и плюс ковид. То есть жильцов там не было вообще, как оказалось. Когда я приехал туда уже в хостел, там тусовались одни только волонтеры. В Бразилии и, наверное, в целом в Южной Америке есть такая тема. Я много раз слыхал и от русских путешественников до этого, и вообще от местных. Там, например, аргентинцы, которые едут в Бразилию, они работают в хостеле волонтерами. То есть взаименно это им дается койка какая-то. Иногда, может быть, даже еда. И много свободного времени. И вся их задача заключается в том, чтобы, может быть, что-то там мыть полы, подметать, что-то там чистить, убирать, выполнять мелкие поручения. Так вот, в этом хостеле отвисала целая армия этих волонтеров, у которых была своя тусовка. Они были все откуда-то из так называемого интерьера, изнутри страны, там инженералец вот этих штатов всех, сельских, скажем так. Ну и у них сложилась какая-то своя тусовка, и тут приехал такой я, я договорился за то, что за тысячу реалов. За тысячу реалов я договорился снять комнату с каким-то боковым видом на океан. Там тоже все зависело от океана. Но в целом там расценки были такие, что комната стоила 100 реалов. И вот по такому огромному дискаунту мне захотели сдать комнату за тысячу реалов. В общем, там отвисала целая армия этих волонтеров. И как оказался интернет, я несколько раз заезжал в хостел и тестировал интернет, и вроде бы он казался нормальным. Но на деле, когда я стал там жить, интернет вел себя очень интересно. То есть он поднимался до 70-50 мегабит в секунду, а потом просто падал и лежал так 5 минут. Вот он отключался, или же скорость спускалась до 1, в то время как мне нужно было минимум 10-20, чтобы поддерживать какой-то видеосвязь с учениками. Это было в комнате, интернет в комнате. В общей зоне каким-то чудом в Бразилии оказался в 5G интернет, и ловился даже 5G. И вот этот 5G работал стабильно на веранде. Но вопрос заключался в том, что в 6 утра, когда у меня начинали занятия, в 6 утра никто там, естественно, не отвисал. Если только отвисали, ну это после ночной движухи, она еще продолжалась после 6 утра. Редко, но по выходным такое было. А вот в 7-8 все резко просыпались, эти волонтеры, и так как посетителей не было, работы, в принципе, немного было для 8 волонтеров, которые там непонятно каким образом оказались, вообще зачем их столько там. Работы для них не было, поэтому не занимались там ничем. То есть бренчали на гитарах, включали музыку, громко разговаривали. А мне в то время нужно было вести какие-то занятия. И единственное место, где ловил интернет, была общая зона, вот эта вот открытая веранда с видом на океан и так далее. Ну и помножим это на интернет, совершенно беспорядочный. В общем, все это меня приводило в какой-то дикий восторг, скажем так. Я срывался, и в итоге этих волонтеров обматерил в португальске. Как оказалось, это было самое страшное португальское ругательство, но я думал, что оно не настолько грубо. В общем, короче, отношения с ними я испортил в силу этих всех обстоятельств. И так как интернет не работал, я купил даже усилитель для интернета. Все равно ничего не помогало, в комнате он не ловил, на веранде было шумно. И пришлось мне искать еще какое-то новое место спустя три недели. Я уже две недели не мог даже там вытерпеть, стал искать новое место. На тот момент у меня завелась подруга, скажем так. Которая была не совсем из Рио-де-Жанейро, а была из пригорода, скажем так, город-спутник Рио-де-Жанейро, Дуг-де-Ка-Чиес. И она ездила на работу в Ипанемо, она работала медсестрой. То есть смена у нее была 24 часа, а после этого она была, в принципе, свободной. И было у нее довольно-таки много свободного времени. Ну вот мы как-то встретились один раз, второй раз. Когда я еще жил в хостеле, она приехала ко мне в хостел. Мы там ночевали в каких-то вообще совершенно кочевых условиях. Вот, ну типа как в общей комнате. Периодически мы с ней встречались, когда я позволяла ей работа, и когда моя работа позволяла. И в итоге она сама, со своей подачи, как-то нашла на OLX.BRAZIL комнату. OLX – это аналог Авито или Куфора белорусского. Она нашла комнату в Виджигале, потому что она ходила со мной в гости к этому каусерферу, который жил в Виджигале, ей тоже, в принципе, понравилось. Она думала, что Рио-де-Жанейро там грабят на каждом углу, но это оказалось не совсем так, по крайней мере, в Виджигале. В общем-то, она тоже боялась Рио-де-Жанейро еще больше, чем, скажем так. Не то чтобы я боялась, наверное, это было из разряда ignorance is bliss, то есть в неведении святая невидность, скажем так, или дуракам везет. Но, тем не менее, она нашла комнату в Виджигале, созвонилась, списалась со владельцем и как-то сказала, слушай, я вот могу приехать в пятницу, там, и в какой-то день недели в Виджигал, и мы с твоего хостела пойдем вместе и посмотрим эту комнату. Ты по-португайски не говоришь, да и люди такие, они могут надурить, и все такое. Ну, короче, такие у нее принципы человека из маленького городка по отношению к большой городской жизни Big City Life. Мы встретились с владельцем комнаты, пошли по длинной улочке вверх, самый-самый верх фавелы. Ну, как не самый верх, вверху у фавелы, в принципе, не может быть. Это все довольно-таки подвижно, все это настраивается каждую неделю, как я в этом убедился чуть позже. Пошли по этой улочке вверх, прошли мимо наблюдателей с рациями и со стволами. Владелец комнаты работал мототаксистом. Вообще он работал многих. В один день он работал таксистом, в другой день ты мог увидеть его с сумкой, с инструментами, в третий день он продавал какие-то пирожки. В общем, выживал как мог. Мы подошли к этому зданию, оно оказалось, получается, вот как на фотографиях, у самой скалы, то есть дальше началась такая отвесная скала, на которой ничего уже не построишь. Вокруг были прямо такие, как небольшие сады, просто участки земли заросшие бананами, манго и другими разными растениями и плодовыми. То есть вообще это все мне напомнило, вот уже тот Вичигал после того хостела, тот Вичигал, в котором я оказался, он уже был более местный, то есть там жилье напоминало по конструкции и по всему, по отделке, по внешней стороне, и оно напоминало уже какие-то такие деревенские мотивы, скажем так. Только эта деревня находится на склоне горы, довольно-таки высоко, туда добраться было. Мне, в принципе, нормально, но по первости, по первых несколько раз я довольно-таки так пыхтел вверх в гору, когда забирался. Потом, конечно, я приловчился, когда уже пожил там два месяца, но когда ко мне приходили знакомые друзья, подруги, то для них это было таким довольно-таки испытанием, то есть как бы вид из окна их приличал, но перспектива подниматься, они такие думали, слушай, ну, вот этот волонтер, тот каузерфер, к которому я изначально приходил в гости, он жил гораздо ниже, и к нему было добраться гораздо проще, ну, это было вообще, скажем так, в два раза проще, чем дойти ко мне. В общем, комната оказалась на, получается, втором этаже, сложно отследить этажность, когда ты строишь на холме, но в целом, наверное, в этом здании было 4, можно сказать, этажа, ну, и они постоянно настраивались там. Вот, то есть хозяин сдавал маленькую комнату у себя на этаже, прямо, скажем так, в этаже, в апартаментах, где он сам жил, сдавал комнату за 500 реалов вообще, и сдавал чуть ниже, было отдельное, как помещение, отдельная такая маленькая квартирка с двумя комнатами, то есть одна комната была совместно и кухня, и прихожая, и гостиная, если бы я поставил туда диван, я называл это комната с холодильником, а вторая комната с большим окном и видом на океан, и с балконом, уже была как спальная комната, где, в общем-то, и проводил все время. Вот, и вторая, вот эту вот, как бы маленькую квартирку он сдавал за 800 реалов, ну, по первости, 850, типа за баллон с газом еще нужно было заплатить. Да, естественно, вы, наверное, все знаете, что вода, электричество, фавелы бесплатно, единственное, с водой такой момент был, что, как я понимаю, она была от вот этого пластикового, от пластиковой емкости, которая ставится на крышу и нагревается от солнца, и поэтому горячий такой, ну, как горячий, относительно теплой воды хватало на пару минут душа, а потом она просто опять лилась холодная. И в целом, в летний период, такая вода, что холодная, что горячая, она очень быстро заканчивается, потому что все начинают принимать душ по много раз в день. Зимой, в принципе, с этим проблем не было. Я принимал душ только после того, как я пешком доберусь наверх, например, от самого низа или из магазина, когда я добирался наверх, и тогда тоже весь потный, и просто душ, ну, необходимость принять в любом случае, чтобы просто как-то прийти в норму, а не с колотящимся сердцем там сидеть и заниматься своими делами. Вот так. Поэтому сходил любой душ, даже совсем холодный, даже когда было прохладно, мне было уже все равно. И что же, я сказал, что я хозяина, что я подумаю. 800 реалов-то было неплохо. Мы проверили интернет, интернет был хорош. Я еще несколько раз уже заходил контрольных, много раз заходил, проверял интернет с разных позиций, с разных устройств, через разные там экстендеры, скажем так. В итоге я решил, что да, все-таки надо переезжать. Переехал, и получается с 1 июля, как раз-таки ровно 2 месяца до 31 августа, я у него прожил в этой комнате. Конечно же, это отличалось вообще кардинально от того места, которое я первый увидел в Иджигаре той квартиры, потому что та квартира моего консерв-приятеля, она была, в принципе, как в таком здании многоэтажном, пятиэтажном даже. И по отделке она была, в принципе, такая неплоха. То есть, там, качество материала, отделка стен, все это было на уровне апартаментов среднего класса в России или в Белоруссии, я бы сказал. То есть, это было такое элитное жилье по меркам фавелы. Ну, естественно, оно и стоило тысячу реалов плюс сто реалов за интернет. То же жилье, в котором я оказался, оно было более спартанское, то есть, там было как-то обыкак покрашен потолок, например. Кухня была довольно-таки такой сирой, скажем так. И в целом, пространство окружающее, оно напоминало очень деревню. То есть, оно было уже более такое местное, локальное. И в силу этого оно мне нравилось больше, чем этот хостел. Мне нравилось больше, чем жилье моего друга. Оно было возвышеннее. Было больше зелени вокруг, больше каких-то вот растений, деревьев. Вся окружающая среда была такая приятная, что даже не хотелось выходить куда-то там на какую-то ипанему среди вот этих всех богачей и нищих, которые рядом с ними соседствуют. И все на тебя смотрят, как на белого, как будто у тебя оттопырщивается уже карман с деньгами. Хотя ты живешь в фавеле, может быть, по соседству с этими же ребятами, которые там побираются или продают тебе какие-то жвачки. Вот. Когда я переехал уже в эти апартаменты, скажем так, свои новые, с прекрасными видами на океан и рассветами, штор не было. В принципе, да я даже и не хотел бы иметь эти шторы, потому что, когда ты просыпаешься с рассветом, ты слышишь птиц, которые совершенно особенно на дереве рядом поют именно в рассветное время. Они просто заливаются и такие там мелодии сложные исполняют. И слышишь петухов, слышишь собак. Собаки, правда, надоедали, потому что они есть везде, там почти у всех почему-то. У некоторых там целые своры собак. И по узким переходам они часто бегают, гадят, и тебе нужно обходить вот это все дерьмо собачье. То есть, мало приятного. Ну и в целом создают очень шумную такую обстановку. Кто-то проходит вообще знакомый, незнакомый, они просто лают. И то место, где я жил, чуть позже, когда я уже подсобрал вещи, чтобы пойти их постирать, какую-то прачечную найти, я сдуру сунулся по тропинке, которая была более крутая, спуск был крутой более с нее, ну и можно было быстрее вернуться, скажем так, в цивильную часть фавелы, от этой, быстрее вернуться к основной улице. И когда впервые сдуру сунулся по этой тропинке, хозяин сказал, не стоит ходить там слишком круто и вообще не очень удобно, лучше идти там со стороны так называемого Беко де Кабрал. Буквально это переводится аллея козла. В принципе, это многое объясняю, потому что, да, действительно нужно было стать горным козлом, чтобы по ней довольно-таки быстро забираться. Кем я и стал. Так вот, когда я пошел по другой тропинке, казалось, что я прохожу мимо такого зданица, довольно-таки неприметного, полузастроенного, а в здании у ребят находился самый склад, это был самый верх, у них там был наблюдательный пункт, ну, тем не менее, я не растерялся, как-то и захотел поговорить с ними, спросить, где все-таки прачечная, может быть, они мне могли бы подсказать, и вот я иду такой, они просто пытались с ними заговорить, они слушают музыку, там, с колонки или с телефона, я на своем португальском коряло пытаюсь им объяснить, где лавандерия прачечная, в руках у меня пакет, на котором написана Республика Беларусь, Веста и адреса, и в целом там красная такая кириллица, они смотрят на меня, они смотрят на кириллицу, и просто разрывает любопытство, и то есть желание сказать что ты здесь делаешь вообще, как ты здесь оказался, в итоге они сказали мне вай на гуа, вай типа иди спроси на улице, не задерживайся, не стой здесь, что я в принципе и сделал, и больше по той дорожке я не ходил, не знаю, благодаря или вопреки этому, но место, где я жил, было довольно-таки спокойным, тихим, то есть не было никогда ни одного раза я не припомню, чтобы я слышал какие-то выстрелы, я слышал, может быть я не знал, что это выстрелы, скорее всего, потому что до этого вживую в жизни я никогда не слышал, как стреляет там какое-то оружие, я слышал только максимум какие-то хлопушки, петарды, которые взрывались, ну и видел воздушных змеев, которые запускали, понять, что это такое, многие считают, что это какая-то, скажем так, как голубиная почта, какие-то, как система сигналов, кто въезжает, выезжает из фавелы и что прибывает в фавелу, понять это было довольно-таки сложно, потому что я спрашивал у владельца квартиры, он ничего не сказал по этому поводу, он сказал, что просто это детские игры, и петарды то же самое, он сказал, что это просто детские игры или там олимпийские игры, или там матчи футбольные, то есть взрывают их по такому поводу, какого-то увеселения, скажем, тем не менее, чтобы попасть ко мне в квартиру, чтобы попасть в мой апартамент, нужно было пройти по этой длинной дорожке вверх, пройти через несколько камней, таких больших, не знаю, как это называется, отроги скалы, наверное, ну просто как скалы, и на них ничего нет, ничего нельзя построить, и на них просто иногда там тусуется молодежь, там, например, стоит скамейка просто на обрыве, и такая картина, там сидят дети, играются, или там что-нибудь курят, и смотрят на солнышко, на горы, и на Ипанему, и на гору Кантагала, которая открывается оттуда, в общем, довольно-таки интересно, так вот, чтобы пройти через это, нужно было пройти мимо одного наблюдателя, который обычно на стульчике там пластмассовом сидел парень, по ночам, когда было холодно, он там кутался в плед, куртку одевал, и он просто сидел там с биноклем наблюдал, что происходит, а чуть ниже там был пост UPP, то есть пост полиции, прямо на дороге, вот он сидел там, иногда с оружием, иногда без, с колонкой JBL, обычно слушал музыку, ничего мне никто не говорил, не здоровались со мной, не прощались, и вообще никакого интереса, в принципе, не вызывал, иногда они посматривали, типа вот, кто идет там, что несет, но обычно, так как я шел с продуктами, с магазином, с продуктов, то вопросов это не вызывало, еще в первой неделе случилась интересная ситуация, когда я просто в 6 утра открывался магазин, и обычно у меня был перерыв, где-то в 7-8 утра, то есть я ходил в магазин очень рано, потом возвращался, работал онлайн, так вот как-то рано утром, в 7 или 8 утра, я просто спускаюсь в магазин с пакетом, я ходил туда с пакетом пластиковым, на секундочку, ну не то, чтобы я не мог себе позволить купить пакет, за 0,00 реалов, просто их давали очень много, пакеты там очень тонкие, и что-то весомое, они оборачивают даже 2 пакета, иногда в 3, и со временем копится очень большое количество пакетов в доме, и я уже просто не знал, куда их девать, как бы, ну это не очень же хорошо, да, в экологическом смысле, поэтому я ходил со своим пакетом, и вот я спускаюсь такой с пакетом в шлепанцах, и навстречу мне идет просто отряд ребят, 5 человек или 4 человека с автоматами, тот-то был, по-моему, даже в бронежилете, и в центре идет человек с рюкзаком, рюкзак у него висит на животе, рюкзак похожий на мой туристический, ну и сразу понятно, чем этот рюкзак набит, и они идут на свою точку, там как бы проносят вес, я просто смотрю на них, они проходят такими у меня, и последний замыкающий с автоматом, наверное, там главный в этом отряде, просто дядя в очках такой, он похожий реально на дядьку, который вот во дворе, например, во дворе у Хрущевок, там чинит машину, какой-то просто там дядя Коля, там дядя Лова, да, такой, все там его, типа, знают, вот, и он меня такой спрашивает, бринго, я на своем там ломаном португальском говорю, на, эу моро аки, на каца, да, 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 типа, я там у такого-то здесь живу тут, вот, и показываю на балкон свой, азул зеленый, и он просто такой говорит, а, окей, валео, типа, а, та, валео, валео это значит, валео говорят вообще по любому поводу, не знаю, по крайней мере, виджигали, говорили, и когда здоровались, и когда прощались, и когда спасибо, и, ну, это слово универсальное, поэтому валео, 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 постоянно слышишь это, забавно, ну, и вот так вот мы разошлись, ну, и самую первую неделю моего переезда, повыше в эту квартиру, какое-то внимание ко мне было, потому что я был новым лицом, еще и иностранцем, по мне это было сразу видно, по моей одежде, которую, при всем старании, даже нельзя было купить в Бразилии, в Лио-де-Жанейро, вот здесь оно было совершенно иностранное, ну, по моему цвету лица, да, бледному, по моему цвету волос, который здесь считается темным, в Беларуси, но там, на контрасте, он бы считался чуть ли не блондинистым, вот, то есть все это считывалось, все это было видно, и люди меня просто спрашивали, о, откуда ты, какие-то дети там, у меня как-то спросили, и я на своем ломаном португальском объяснил, что я из Беларуси, из России, мне сразу же спросили, а сколько там получают денег, какие там зарплаты, я говорю, ну, примерно как в Бразилии, точно так же, вот, со всеми нужно здороваться, не всегда я это делал, потому что я человек довольно-таки в себе, я, мне нужно было просто в свою комнату, закрыться там, сидеть, и я никого не трогаю, мне ни до кого нет интереса, и до меня, пожалуйста, тоже интерес не проявляйте, вот, то есть иногда здоровался, иногда нет, и в целом я не ходил, не улыбался никому, я не был там, так называемым, суаве, общительным, скажем так, я не был совершенно в каком-то латиноамериканском стиле, то есть я ходил с нейтральным выражением лица, и с течением времени, под конец я стал слышать за спиной разговоры о себе, то есть люди думали, что я по-португальски ничего не понимаю, но так как я встречался с несколькими бразильянками, и которые вообще не говорили ни слова по-английски, то я был вынужден как-то изъясняться на португальском, и как-то его учить, не то чтобы учить, но просто когда у вас нет выбора, то язык учится очень быстро, и я, в принципе, понимал, что люди говорят о мне, а еще бывает в разных состояниях, ты становишься особо чувствительным к каждому слову сказанному, но в любом языке про себя, ты просто ощущаешь это на уровне какой-то энергии к тебе восходящей, то, что разговор идет о тебе, обращаются о тебе, и когда меня стали люди называть за спиной Кащора, может быть, потому что у меня отросли волосы, и, в принципе, я работал онлайн, мне как-то было плевать на свой внешний вид, особенно в фавеле как-то там выряжаться, хотя тут и обратная сторона, так как люди живут бедно, то, в общем, синдром постсоветских стран, да, бедные люди хотят показаться богатыми, и одежда приобретает какое-то значение, то есть нужно как-то выряжаться на какие-то вечерины, там, субботние, воскресные, на поход в бар вниз по улице, нужно как-то особо выглядеть, то есть прям мне на все это было плевать, и я одевался в какую-то растянутую порванную одежду, сланцы, и под конец я стал выглядеть так, что когда я приходил изредка на ипанему, на меня уже даже белые смотрели, и не понимали, у них было какое-то несоответствие, что это чувак бомж, он или, может быть, наркоман, или почему он белый, и почему он одет так, и почему у него такой дикий взгляд, как будто он вылез с фавелой, а так-то и было, и вообще проживание в фавеле, оно накладывает какой-то такой отпечаток, ты уже не ощущаешь себя общным, не ощущаешь себя близким к каким-нибудь людям, которые, например, закупаются в зону Сул, на ипанеме, ты просто чувствуешь уже между ними разницу, они могут быть там одного цвета кожи с тобой, но с той же самой продавщицей чувствуешь больше общности, потому что наверняка она с той же самой улицы, где ты живешь в фавеле, в целом, мне кажется, бедность, она накладывает какой-то отпечаток на человека, и, может быть, поэтому я не выглядел совершенно какой-то белой вороной фавели. Конечно же, я выделялся, и было понятно, что я иностранец, но так как я родился в бедной семье, в стране, где мое проживание в два раза стоило дешевле, чем проживание в фавеле в Рио-де-Жанейро, у меня, наверное, бедность моя была написана просто в глазах, на лице, и никаких вопросов не вызывало. То есть, в целом, у людей не было никакого дела до меня, никакого большого интереса, просто поздоровались, разошлись, ходил я быстро, что вниз, что вверх, поднимался. Один раз был какой-то рамс непонятный, то есть, я доезжал на мотоцикле обычно, на фавелу, там, заезжал до какой-то определенной точки, а дальше шел пешком по такой же узенькой улице. И один раз просто как-то вечером я что-то шел в таком не совсем стандартном состоянии, таком более чувствительном, скажем так, и я подошел к этим мотоциклистным ребятам, и говорю, мне нужно туда-то, они просто что-то меня простебали, типа, что? Окей? Окей? Типа, что ты говоришь? Как? Куда? Ну, и я как-то взбесился, и просто сказал, ну, и обматерил их по-русски, и потому что я что-то возмутило как-то такое обращение, я с ними еще и на португальский говорю, типа, вот, вы там выеживаетесь, и пошел я пешком. Вот. С тех пор я стал ходить просто пешком, потому что, ну, во-первых, это полезно, это очень клево, это, блин, развивает мышцы ног так, что ты чувствуешь себя штангистом, это очень полезно для сердца. После этого сердцу, после того, как я два месяца так прожил, и по нескольку раз утром в магазин, после обеда, например, на пляж куда-нибудь пройтись, или просто прогуляться вдоль океана, и потом вернуться, и вот так четыре раза вверх-вниз-вверх-вниз, как минимум, да, каждый день. Сердце это укрепляет очень здорово, после этого мне стало легче бегать, я просто стал себя чувствовать прекрасно, еще плюс питание хорошее, я даже потом перестал пить кофе, ну, не говоря уже о всех других там веществах веселых, я вообще там не употреблял алкоголь, но за все четыре месяца я, может быть, выпил пиво, только один раз пиво, по-моему, и один раз вино, все. В остальном я вел здоровый образ жизни, ходил на прогулки просто, и иногда даже бегал вдоль океана, ну, и занимался спортом, то есть баскетбол, там все такое. То есть это очень укрепило проживание в фавелах сердца мое, и да, было прекрасно. Наконец-таки отложился нос, то есть я понял, что такое дыхание, когда я вернулся сейчас сюда, в Беларусь, опять заложенный нос, погода херовая, и ты просыпаешься утром, и ты как будто задыхаешься, потому что от вот этой слизи. Там такого не было вообще, ты начинаешь какие-то чувствовать запахи, ты просто понимаешь, что такое дышать. То есть, в общем-то, из фавел домой вернулся я живым и даже более здоровым, чем до приезда в них, благодаря своей физической активности, по поводу наркотиков и их доступности. Опять-таки, как я уже говорил, каждое утро на спуске в магазин, в принципе, я проходил мимо стола, на котором торговали, сами понимаете, чем, как бы, и все это стоило такие деньги, что для сравнения пакетик кофе, 250 граммов дешевый, бразильский кофе, отвратительного качества, но тем не менее, который продается просто во всех магазинах, основной, скажем так, да, какая-нибудь пинпинелла, например, стоил 6 реалов, ну, иногда там 8 реалов, может быть, чуть побольше, подороже был, грамм травы стоил 5. То есть, вы можете себе представить, да, насколько все это доступно и дешево, и вообще-то большого труда это не доставляло. И, конечно, для людей, которые не имеют к этому предрасположенность, они могут легко скатиться по этой дорожке, потому что, например, люди, которые живут в фавелах, они и работают на нескольких работах, часто ночную смену, как одна из моих знакомых работала, ну, и для поддержания, как бы, себя вообще, чтобы в таком ритме, в таком темпе работать, многие начинают употреблять кокаин, крэг, не говоря уже о марихуане, и, да, в целом, трава, она довольно-таки очень распространена, то есть, когда мы проходим по пляжу, например, где угодно, в Ипанеме или Купакабане, или, например, Прайдо Вичигал, везде стоит знакомый запах, вот, и какой-то особой ответственности, большой за это нет. Насколько я читал, бразильские знакомы, максимум, что может быть за незначительные дозы, это какие-то разъяснительные работы. Ну, типа, как ААЛ, Alcoholics Anonymous, что-то в этом духе, насколько я понял. По поводу цен на продукты, то есть, как я уже сказал, 800 реалов у меня уходило на аренду, баллон с газом у меня продлежался два месяца, и под конец даже, если что-то осталось, в общем-то, не пришлось его менять, хотя довольно-таки часто я готовил на плите, на огне кофе. Я какой-то период, я выпивал очень много кофе, настолько, что я уже осознал, что мне нужно с него слезать, и я просто перешел на чаи, которые дороже стоят в бразилии, чем кофе. Это непарадоксально. То есть, 800 реалов у меня уходило на аренду, и где-то в среднем, если я никуда не выходил, не выезжал, не пользовался транспортом, ходил пешком, то 15-20 реалов уходило на еду в день. Если бывали в Рио-де-Жанейро, вы можете представить уровень цен и уровень расходов. То есть, на 300 долларов в месяц, в принципе, я мог жить спокойно, по моим меркам, ни в чем себе не отказывая. Что заменательно, при такой доступности всех этих веществ и при таком трафике их, сами бразильцы относятся к наркотикам, вообще любым легким, тем более тяжелым, они относятся довольно-таки строго. То есть, например, на Ипанеме, район, где живут самые богатые вообще в Бразилии и в Южной Америке люди, я думаю, очень много людей, которые занимаются спортом и употребляют наркотики, это считается непрестижно даже как-то. И то же самое относится и к фавелле. То есть, когда ко мне приходили друзья, например, и они пытались там что-то покурить на балконе, то после этого через какое-то время, утром, например, я слышал от соседей разговоры, что вот тут какие-то курят, тут такие там бездельники. То есть, даже так. Даже так, даже по уровню фавеллы это считалось чем-то зазорным и совершенно не крутым. У многих даже похожие отношения к кофе, они такие, я предлагал им кофе, они такие, знаешь, наверное, не сегодня. Многие просто отказывались. Конечно же, многие мои знакомые с ковчерфингом и прочие, они им попадались такие в какой-то йога-движухи, такие полухиппи ребята. Это связано было с каким-то, может быть, с вегетарианством. Ну, не отказ от кофе и потребления его. Но потом, спустя какое-то время, я понял, что на кофе очень можно подсесть, именно бразильский, который продается в Бразилии. Этот кофе зачастую, который дешевый, он отвратительнейшего качества. Когда ты его нюхаешь, то тебе представляется какой-то химзавод. Он совершенно какой-то довольно-таки страшный, честно говоря. И я не знаю, каким образом он делается, но, в принципе, это было предсказуемо. То, что самый качественный кофе отходит куда-то на экспорт, и в стране вряд ли остается. И под конец я даже сам с него как-то слегка подслез, стал пить не больше двух-трех кружек в день, хотя до этого мог и десять выпить. Когда я там был, я увидел, как снимали в этих переходах фанк-видео какой-то нарядно одетые ребята. Не знаю, жили ли они в Вичигаре, или были какие-то приезжие, но они прям снимали видео под присмотром вот этих вот ребят в сланцах с М-16. Да, может быть, чтобы они лишнего там не сняли чего. Тем не менее, это были такие места, для меня это было довольно-таки странно. И друзья у меня тоже спрашивали, ну ты же в фавеле, ты сними какое-то видео, тут же это же такое место. Ну, во-первых, снимать видео, их довольно-таки много и так снято. Во-вторых, для меня, когда уже там каждый день ты ходишь в магазин по одним и тем же местам, для тебя это уже никакой эксклюзивности не представляет это место. Я видел репортаж полиции, они типа там спецоперация в Вичигале, и просто они снимают места, по которым я хожу в магазин, и для меня это... А для них это спецоперация, то есть они там в полной экупировке с автоматами. Ну, не знаю, для меня это было как-то смешно, наверное. И в целом, по поводу видео, съемок, фото, каких-то экскурсий в фавелы, у меня к этому отношения довольно-таки негативные, потому что, представим обратную ситуацию, вы живете где-нибудь, вот как я живу, например, в таком бывшем промышленном районе, где хрущевки, и представим ситуацию, приезжает какой-то иностранец, по которому сразу видно, что он иностранец, потому что это просто написано на лице его, ходит с камерой и снимает каких-то местных алкашей, да. В лучшем случае у него попросят просто денег на бухло, а в худшем отберут камеру и как-то и забьют. Я думаю, мало кому будет приятно снимать людей, которые оказались в не самой лучшей жизненной ситуации, да, которых вынудило там приехать из каких-то маленьких сел, городков в поисках работы в большой город, и это единственное, что они могут себе позволить проживание в фавелах, просто за счет финансовой соединения. И в целом, единственное, что вам стоит помнить про фавелу, это просто место, где живут люди, у которых нет денег. Все. На этом все, в общем-то. Собственно, по этой же причине оказался и я там. Никаких других целей, поводов оказаться там у меня просто не было. Может быть, было какое-то любопытство, ну, то есть, потому что Бразилия, фавелы, это, естественно, то, что мы слышим каждый раз. И в целом, проживая в фавелах, я понимал, что, например, если бы я жил где-нибудь в Копа-Кабане, просто в обычном многоэтажном здании, то я много чего упустил бы, каких-то вот особенностей жизни, просто местной жизни, как живут люди. То же самое, как, например, побывать в Белоруссии и не заехать в леса, и не побывать на белорусских озерах, не побывать на белорусской природе, да, а просто все время провести в Минске в отеле. Примерно такой же был бы опыт. И в целом, если вы приезжаете в Рио-де-Жанейро и хотите пойти в фавелы, то попробуйте найти человека, который живет в них, и, например, по тому же самому, как в серфинге, остановиться и провести там несколько ночей, посмотреть, сходить в магазин, поговорить с людьми и просто с ними поздороваться. Просто посмотреть, как живут люди, а не фотографировать, не ехать в какой-то сафари и устраивать зоопарк из этого, потому что, блин, вы не хотели бы устроить из своего дома зоопарк, правильно? Я решил уезжать из Бразилии, потому что это прекрасная страна с прекрасным климатом, фруктами, прекрасной природой. Но все, что касается социума, того, как устроено общество, взаимоотношения между людьми, разделение, расслоение, это точно не мое, не моя страна. И да, в целом, проживание в фавелии наложило отпечаток какой-то интересный, потому что, когда я общался до этого, когда я, например, пытался кого-то вызвать на свидание, или просто с кем-то заговаривал, где ты живешь, и мне ответ спрашивали, где ты живешь, я говорю, в Вичигал, то люди просто терялись, люди просто не отвечали ничего. В целом, у бразильцев отношение к фавелам сложное, сложное отношение к фавелам. С одной стороны, я видел просто людей, которые приехали, например, в большой город на заработки, и все, что они могут позволить, это снимать за 100 долларов пещеру в фавелах. Я знал таких людей, которые приехали из маленьких городков, из Минсжерайса, например. Но также много и предвзятостей, много всяких новостей, много всяких стереотипов о фавелах, много от людей, которые никогда не бывали и никогда вряд ли побывают в самой фавелии, и уж тем более они там не будут жить. Были люди, которые непредвзято относились к этому, например, знакомая одна моя, которая вообще из бара до Чжуки ко мне приехала в гости. Она себя чувствовала, в принципе, как дома почему-то. То есть, подводя итог, почему я, собственно, уехал оттуда вообще, из Бразилии, из фавелы, из Рио-де-Жанейро, под конец моего пребывания там люди просто стали говорить за спиной, как-то я слышал часто, что меня называют кащора, что в переводе к собаке. Я не знаю, с чем это связано было, может быть, с моим небрежным внешним видом или с тем, что я не расчесывал волосы, они у меня просто росли, как растут. Когда они у меня не причёсаны, то они слегка так торчат, как афро. В принципе, только они не вьются, а просто они торчат, как афро-волосы, да. И вот, может быть, они называли меня за мой какой-то угрюмый вид или слишком неприветливость, или то, что я не останавливался с каждым поболтать, или то, что я постоянно ходил как бы по своей траектории, скажем так, ни на кого сильно не обращая внимания. Вот довольно-таки быстро на спуск, быстро на подъём. Не знаю, в чём была причина, но как-то какой-то дружелюбности я под конец не почувствовал. Люди как-то не совсем меня пытались определить. Вроде бы я какой-то выгляжу нищий, в то же время какой-то иностранец, и вроде на беглого преступника я не похож, который бы скрывался в фавелах, и сижу дома, не выхожу никуда работать. В общем, картинка не складывалась у них как-то, в общем-то, как они складываются у меня на родине, картинка у людей, то есть, как человек, который носит какие-то одежды секонд-хенда, может жить в Рио-де-Жанейро, например, или как человек, который сильно нигде не работает, у него какой-то есть макбук. То есть, у людей какие-то есть определенные стандарты, что если вот есть А, то есть и Б, и только А не может быть. И оно, в принципе, так сработало и в Бразилии. Это во-первых, а во-вторых, в принципе, какую-то цель поставленную, то есть, как-то приехать в Рио-де-Жанейро и с нуля найти работу, найти жилье, как-то обосноваться, я ее поставил, и после этого оставалось просто проживание, как бы, ну, работа онлайн, скажем так, которая денег, кстати говоря, приносила больше, чем мне предлагали в офлайн-школах, скажем так, местных, бразильских, когда я подходил на собеседование. То есть, свою, в принципе, миссию я выполнил, так же, как и в других странах. У меня был примерно точно такой же стиль жизни, я приезжал на... ничего готового не было у меня, я никого не знал в городе, в стране, какими-то обводился двумя-тремя связями, знакомыми, и все как-то складывалось, дальше находил работу, жил и все. Вот, и в целом как-то, наверное, я просто заскучал по дому, скажем так, я просто скучал по природе, скажем так, белорусской, я не заскучал ни в коем случае по каким-то экономическим моментам страны, по каким-то там культурным, в стиле пьянки и душевные разговоры, я не скучал совершенно по людям, моим друзьям, так называемым, или... которые, в принципе, после Бразилии многое из них отсеялось, я чувствую, что уже нам как-то не по одной дорожке идти. Я скучал по природе, мне постоянно вспоминалась дача, на которой провел все свое детство, мне всегда хотелось вернуться туда, ни в город, ни в города, тем более, небольшие города, упаси Бог. То есть я как-то заскучал по этому и решил вернуться. Но это заслуживает отдельного ролика, другие причины и знакомства, которые я завел в Бразилии и которые сложили картинку в моей голове, как могло бы сложиться мое будущее в Бразилии, если бы я остался, например, иммигрантом, нелегальным или там политическим беженцем, с белорусским паспортом на данный момент стать очень легко везде, в принципе, к сожалению или к счастью. Но я этим не воспользовался и вернулся назад. ВОДИОМИЕ ВОДИОМИЕ